МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В этом сезоне вас ждет следующее увлекательное занятие. Наблюдать за тем, как будет преображаться наша клумба, состоящая из двух соразмерных частей. На первой части у нас будут использованы самые современные материалы, самый современный уход, самые современные способы полива и агротехники. А вторая часть клумбы будет традиционной. Там мы будем использовать ручной труд, не будем использовать особых материалов, подкормок и удобрений. И, наконец, мы посмотрим, что же будет с первой и со второй половиной. Стоит ли вложение ручного труда и всевозможных современных материалов того, чтобы эта клумба была не только красивой, но и вкусной? Итак, мы начинаем новый сезон. Пожалуй, самая главная трудозатрата, которая ждет нас на этой вкусной клумбе, это, конечно же, прополка сорняков. От этого, как говорится, никуда не денешься. Но у нас есть один из вариантов, который мы хотим вам предложить. У нас есть так называемый нетканный укрывной материал. Он из себя представляет достаточно плотный, темный, что самое главное, материал, который препятствует прорастанию сорняков с одной части нашей клумбы. Итак, мы отмерили ровно то количество материала, которое нам потребуется для нашей нано-клумбы, то есть для той части, которая будет обустроена по последнему слову техники и с использованием современных материалов. Для того, чтобы он у нас не был унесен порывами ветра, мы используем колышки, которые помогут его удержать на месте. Закрепим в самом начале. И еще два. Итак, что нам должно в перспективе дать использование нетканого укрывного материала? Он, во-первых, будет спокойно пропускать воду при поливе, при дожде. Вода будет спокойно проникать в грунт и не даст почве пересыхать. А во-вторых, темная расцветка этого нетканого укрывного материала не позволит сорнякам, которые находятся в грунте, и семенам сорняков прорастать на поверхность. И это нам даст большую фору, ну как мы предполагаем, при дальнейшей прополке. О свойствах нетканого укрывного материала рассказывает Оксана Никитина. Оксана, добрый день. Здравствуйте. Оксан, вот материал мы используем уже неоднократно. Я уже несколько раз говорил о том, что это действительно хорошее подспорье для тех, кто не хочет мучиться сорняками. Да, подспорье. А какие еще, да, свойства этого материала? Ну, подспорье действительно хорошее. Материал, напомню, он нетканный. Но несмотря на то, что он достаточно плотный, он пропускает и воду. То есть если полил дождик, вода прошла. Если вы полили свои помидорчики, огурчики, опять-таки вода прошла. А продувается ли он ветром, воздухом? Дышит ли он? Дышит. Дышит. Легко проходит воду. Следовательно, корешкам опять-таки поступает все, что им нужно. Но с другой стороны, если вы накрыли грядочку, так как он нетканный и опять-таки черный, сквозь него не прорастают сорнячки. Те, которые вы не успели выбрать или не захотели выбрать, они там просто погибают и не растут. Оксана, у меня вот какой вопрос. Мы вот привыкли, что нетканный укровной материал, он используется обычно сверху, да? У него двойное назначение. То есть мы его можем положить в основании наших грядок. И таким образом он непосредственно будет контактировать с почвой. У меня в связи с этим такой вопрос. Не сгниет ли он буквально в течение одного сезона и не перестанет ли он отработать? Нет, материал достаточно долговечный и служит не один сезон. И мы не сталкивались с тем, чтобы кто-то на него жаловался. А он вообще выпускается одной толщины? Нет, толщина разная, размер разный. То есть и длина, и ширина выпускаются в рулонах. Выбираете, какой вам необходим размер, покупаете. По возможности, если вам это необходимо, дорезаете как-то по форме, потому что он, несмотря на то, что, опять-таки, он достаточно плотно режется, он очень хорошо. Обычными ножницами стелите и все, и забываете про сорняки. А что насчет насекомых, которые, опять-таки, могут повредить корни растений культурных? Поможет ли этот материал избежать такой проблемы? Не могут насекомые его прогрызть, к счастью. То есть они вовнутрь под этот материал, они не попадают. И, естественно, они не могут попасть снизу куда-то вверх. То есть если какая-то гадость у вас отложила личинки в почве, то, естественно, на помидорке эта гадость уже не вылезет. То есть это такое препятствие и для сорняков, и для насекомых. Это и материал, который привлекает дополнительно свет на грядку. И при этом легко проводит то, что нужным растениям. Воздух и воду. Она не то, что привлекает свет, она его сохраняет. Сохраняет даже. Да, потому что черный цвет, как вы знаете, он впитывает в себя свет. И, следовательно, заодно еще и подогревает грядку. Понятно. То есть первые солнечные лучи, если мы по весне этот материал разложим на поверхности почвы, такая грядка будет быстрее прогреваться. Соответственно, лучше и быстрее начнут развиваться растения и их корни. И таким образом мы ускорим получение раннего урожая. Естественно. Оксана, как я понял, это действительно универсальный материал, который поможет бороться с самыми разными проблемами одновременно. Да, материал помогает сохранить вашу грядочку и от сырничков, и от всевозможных насекомых, которые могут им повредить. И в то же время, опять-таки, пропускает и воду, и воздух, и ваша грядочка будет красивая, ухоженная, и радовать вас урожаем. Что и нам бы хотелось. Оксана, я с удовольствием использую этот материал на первой части нашей клумбы. Надеюсь, что именно этот материал позволит нам получить и ранний, и вкусный урожай. Большое спасибо. Я беру его себе. Пожалуйста. Наша вкусная клумба готова к монтажу. Итак, мы сейчас сделаем с вами высокую грядку, которая будет состоять из таких панелей. Эти панели на основе шифера, они будут прекрасно держать почву, они хорошо держат температуру. А это значит, что высокие грядки будут здесь, во-первых, удобными, а во-вторых, прекрасно смотреться. Ну что ж, приступаем к сборке. У нас это две боковинки короткие. Мы их кладем на некотором расстоянии друг от друга. Вот эти угловые элементы, они как раз будут скреплять по две половинки. Это как раз очень удобно и практично. Для того, чтобы сэкономить место, наш бортик будет установлен непосредственно у края грядки. Алюминиевые уголки очень хорошо входят в почву. Нетканый укрывной материал абсолютно нам не мешает в монтаже. А это значит, что все производится очень быстро, и каждый человек, даже не имея особого опыта обращения с подобными материалами, легко сможет смонтировать свою грядку. Далее берем фрагменты нашего короба, более длинные его части, и будем устанавливать, соответственно, боковинки. Ребристая часть, по-моему, более декоративна, поэтому мы будем устанавливать ее наружу. Вот таким образом. И вторая половинка. Собирающийся дождь и гроза пытаются помешать нашему благовому начинанию, но я думаю, что этот дождь, как и любой летний, будет быстротечным, поэтому мы все успеем с вами вовремя. Еще два уголка. Еще одно преимущество нетканого укрывного материала, который мы положили в основание наших грядок, в том, что можно спокойно встать на колени, не боясь испортить себе брюки, поэтому все очень собирается легко и просто. А тем временем дождь все-таки начинается, зато первую грядку я сделать все-таки успел. Итак, первый короб у нас практически готов, а второй я предлагаю разместить под небольшим углом, для того, чтобы сэкономить пространство на нашей грядке. Вот это будет боковой торец. Самое главное при монтаже грядок не забывать, что между ними должно быть расстояние, которое позволяло бы спокойно проходить нам для ухода за растениями, которые будут расти в этих коробах. Я думаю, что сантиметров 35, а то и 40 будет вполне достаточно. Итак, мы берем наши колышки и приступаем к монтажу. Первые боковиночки. И молоток. Теперь приступаем к монтажу длинных. Ну вот и второй короб для нашей чудо-грядки готов. Теперь мы насыпаем сюда питательный почвогрунт. Именно он поможет нам добиться максимального урожая. В качестве почвогрунта мы будем использовать торфо-песчано-земельную смесь. Почему именно этот почвогрунт мы решили с вами использовать? Дело в том, что все его компоненты входят в московский экологический регистр. Это значит, что они прошли экологическую экспертизу, которая показала, что все эти компоненты экологически безопасны и могут использоваться для выращивания экологически чистой продукции. Обратите внимание на консистенцию этого почвогрунта. Он легкий, дышащий, и он содержит все необходимые питательные микро- и макроэлементы, необходимые для выращивания растений. А это значит, что мы можем высаживать в него нашу рассаду без использования всевозможных химических удобрений, что, опять-таки, удешевляет весь процесс выращивания. А что еще важно, то консистенция почвогрунта позволяет растениям хорошо дышать. Корни легко проникают, структура его комковатая, то есть здесь также будет удерживаться достаточное количество влаги. И даже, посмотрите, после того, как прошел дождь, этот грунт хорошо впитал влагу, но не превратился в грязь. Это значит, что корни растений будут чувствовать себя в нем наилучшим образом. Итак, берем лопату и засыпаем наш почвогрунт в посадочные емкости. Теперь во вторую грядку мы насыпаем тот же почвогрунт. Вот мы и засыпали в наши рукотворные грядки питательный почвогрунт. Мы надеемся, что именно эти грядки, они будут лучшим образом подходить для выращивания растений, для того, чтобы сравнить их с теми грядками, которыми мы займемся сейчас. Займемся мы ими по старинке, без использования особых технологических способов возделывания и без использования новых материалов. Ну что ж, давайте займемся врухи лопату и вперед. А вот как поступали наши бабушки и дедушки. Они просто-напросто брали в руки два обыкновенных колышка, связанные веревочкой, а затем эти колышки помогали им разметить проекцию будущей грядки, ставили эти колышки на необходимом расстоянии, брали в руки лопату и поехали. Чем я и займусь. Чтобы наш эксперимент был чистым, мы сделаем грядки такого же размера, как и грядки высокие на этой половине нашей овощной клумбы. Итак, колышки устанавливаем на необходимом расстоянии друг от друга и с помощью лопаты обозначаем периметр нашей будущей грядки. Проводим черту и с этой стороны переносим колышки. Длина нашей приподнятой грядки равна полутора метрам. Соответственно, и грядку, которую мы размечаем по старинке, будет такой же длины. Ровно полтора метра. Вот этот колышек мы вставляем здесь и размечаем размер будущей грядки. Проводим ровную полосу и сюда. Теперь эту грядку мы должны с вами перекопать. Обычно рекомендуют перекапывать на штык лопаты. Ну что ж, давайте это и сделаем, это не так уж и сложно. Земля на участке достаточно ухоженная, пусть и глинистая. Посмотрим, как будут чувствовать себя растения, посаженные здесь. Наши предки судили о плодородии земли не только потому, какие растения вырастают на их участке, но и потому, насколько жирные червяки обитают в перекапываемом грунте. Вот на примере этого участка могу сказать, что почва достаточно плодородная, потому что более жирных червяков я, по-моему, еще не встречал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом деле, три четверти работы я уже выполнил. У нас имеются две грядки, сделанные по новым технологиям, и одна по старинке. Осталось сделать еще одну по старинке, и на сегодня моя работа, надеюсь, будет выполнена. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел какой-то час-полтора работы, и на нашем участке образовалось два типа грядок. Первое. С использованием новых технологий. Это грядки приподнятые. В них мы заложили питательный грунт, который обогащен всеми необходимыми микро- и макроэлементами для роста растений, и вторые грядки, сделанные по старинке. Они просто немного приподнятые над уровнем земли, и здесь используется та почва, которая была на этом огороде, что называется, 300 лет назад. Конечно, мы потом будем использовать удобрения, но опять-таки те, которые получены нашими собственными руками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После того, как мы с вами сформировали грядки, пришло время удобрять их. Причем одну грядку мы удобрим современными удобрениями, а вторую тем, что нам дала практически природа. Итак, в этой руке у меня... Это гранулированный куриный помет, который прошел термическую обработку. При употреблении его в грунт он расходуется постепенно. Это удобрение пролонгированного действия, постепенно растворяясь в почве при поливе или при естественных осадках в виде дождя. Он постепенно высвобождает питательные вещества, которые и расходуются растениями. То есть один раз, используя это удобрение, мы в течение всего года подкармливаем растения. А на второй грядке мы будем использовать традиционную древесную золу. Будем надеяться, что она тоже поможет вырастить здоровый и вкусный урожай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот и все. Наши грядки удобрены. Ровно через неделю мы с вами узнаем, какой же будет результат. Мы посадим на этих грядках первую рассаду и будем ждать урожая. Надеюсь, что он будет богатым. Итак, увидимся. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова